Больше двух десятков самосвалов, груженных щебнем, бросили прямо на трассе под Нижним Тагилом. Причем вереница большегрузов стоит на обочине уже больше недели, создавая неудобства автолюбителям. И все потому, что рулевые грузовиков испугались встать на весы. Теперь их тяготит не 50 тонн щебенки, а груз ответственности. О тяжелом нарушении большегрузов расскажет Юлия Анашкина. Грузовики загораживают обзор, выезжаешь навстречу, вот пожалуйста штраф. До штрафа Марина докатилась из-за двух десятков самосвалов у обочины. Видимо-невидимо на трассе не только их, но и знаков и разметки. Даже стоя грузовики притесняют автомобилистов легковушек. Так и до аварии недалеко. Сдвигаешься со своей полосы, а здесь под снегом двойная сплошная, и приходится попадать под штрафы. Тем более этот участок достаточно аварийно сложный. Аварий практически каждый день, за редким случаем бывает, что нет. Так что желательно, конечно бы, чтобы эти машины здесь не стояли. Но самосвалы не могут сдвинуться с места, будто камнем их держит неподъемный для местных дорог груз. По 50 тонн в каждом кузове, хотя по правилам ГИБДД должно быть в два раза меньше. Часть фур уже развернули на пункте весового контроля, остальные притормозили на подъезде. По каждой автомашине были выявлены нарушения правил дорожного движения, в части нарушения правил перевозки грузов. Часть автомашин из колонны находятся недалеко от весового контроля, не доезжая весового контроля. Взвешивать, соответственно, на весовом контроле данной автомашины водители отказываются. Водители большегрузов, словно модели перед кастингом, боятся встать на весы. Ведь знают, что не пройдут контроль. Почему об этом не было известно заранее владельцам автокаравана, непонятно. Машина, включаем. Пытаемся. Так, нормально. Да, попадем. Грузовики здесь стоят уже больше недели. И дело не только в запрете госинспекторов. За такое тяжелое нарушение водителям грозит штраф от 2000 рублей и даже лишение прав до полугода. Часть шоферов, направлявшихся на север сотнями тонн щебня, уже вздохнули с облегчением. Около 10 самосвалов разгрузили до нормы. Остальные остались на обочине. Ждать неизвестно чего. Столько машин, когда она одета в площадке. Не так просто. Не знаю, что в площадке. Пока никто ничего не изменит. Патрульная служба дежурит здесь круглые сутки, чтобы ДТП не случилось. ГИБДД уже обращалась к Верхней Пашуминской компании, владельцу тяжеловесов, с требованием освободить проезд. Но воз и ныне там. Если фирма вскоре не разгрузит трассу, ее могут привлечь к уголовной ответственности. Юлия Анашкина, Влад Голупаев, Новости 41-го канала.